Экономист, фармацевт, актер. Профессии тысячи. Каждый из них интересно по-своему. В проекте «Кто-то» мы расскажем о профессии и миф, которые их окружают. Меня зовут Женя, я логист-экспедитор. Логистика — это не скучно, потому что приходится работать с большим количеством людей, а людям это никогда не будет скучно, потому что есть куча разных вопросов, разных мнений, разных задач, которые приходится решать абсолютно с разными людьми. И приходится как-то немножко креативить, находить подход к каждому человеку. Чем занимается? Да, очень разный спектр задач у логиста, потому что нужно а заниматься очень большим количеством документов, бумаг всевозможных. Это и заказы, и счета, и акты, и накладные, и транспортные документы, что-то в стиле ЦМР, НВУ и, не знаю, там... Да, короче, много сил. Это, потому что, кстати, документов нужно все заполнять, нужно это все кропотливо, терпливо проверять, вот, сверять, не ошибиться, потому что много заказов, и это непросто иногда, вот. Ну, плюс ко всему, это уже, скажем, второстепенная задача. Первостепенная задача — это поиск в транспортной логистике, это поиск автомобилей, то есть это... Вообще вся логистика сводится к тому, чтобы сделать перевозку, провести перевозку как можно дешевле, то есть как мне... Вообще во всем должны быть минимальные затраты, минимальные затраты по времени, по цене, человеческих ресурсов, вот. То есть это все гонка за какой-то выгодой, наверное, экономией. Ну, экспедиция — это организация, в которой нет своего транспорта, то есть у логистов, в логистических компаниях, как правило, есть свой транспорт, вот, а у экспедиторов нет, и они как бы экспедируют авто, то есть они нанимают автомобили, и они ищут клиентов. Ну, я считаю, что это гениальная область, потому что когда-то кто-то подумал, что, блин, у меня нет грузов, у меня нет товара. Потом он... У меня нет и транспорта. Чем же могу заняться? Хм, я могу найти одних, найти вторых, и их сконтачить, ну, как бы, как сказать, их связать вместе. Вот, провести всю перевозку за них, то есть с точки зрения документации, вот этой всей головной боли в стиле «А что нам делать? У нас там по документам цифры не сходятся». Этим вот всем экспедитор занимается, ему могут звонить в любое время дня и ночи, говорить, блин, что делать, что делать, и вот он должен это все решить. Ну, все сводится не только к логике и, вот, скажем, к какому-то вот этому, скажем, технарскому мышлению, да, потому что экспедитор — это человек, который должен обладать множеством качеств. Потому что если я, например, хорошо играл в шахматы, но многие гениальные люди, какой-нибудь, не знаю, шахматист Каспаров, да, они, ну, они немножко закрыты, они вот в своем мире, в шахматах, они увлечены этим, вот. А здесь нужно быть социально открытым, потому что, как я уже говорил ранее, очень много людей, с которыми приходится общаться, поэтому здесь нужно иметь и хорошее логическое мышление, чтобы понимать, в принципе, всю перевозку, все этапы перевозки, вот. И плюс ко всему это нужно очень хорошо разбираться в экономике, знать основы экономики какие-то, в документах, опять же, общаться с людьми, то есть здесь очень-очень много, масса качеств, с которыми должен обладать хороший логист. Хороший логист может быть начальником отдела логистического, транспортного, например, отдела, может быть, я думаю, даже каким-нибудь вице-президентом с соответствующей компанией, почему нет? Логист должен обладать хорошим абстрактным мышлением, чтобы понимать вообще, в принципе, что такое перевозка и все ее этапы. Плюс ко всему это экономическая какая-то база знаний, плюс желательно правовая, потому что, опять же, приходится работать с документами. Коммуникабельность и усидчивость очень, потому что очень многое приходится проверять, корпеть над бумагами, и внимательность самое важное. Вот тут зависит от степени, сильно это большая ошибка, либо нет. То есть какая-то небольшая помарочка может повлечь за собой потерю времени на исправление, например, если это в бумагах. А если, я не знаю, это совсем там накосячил, то это просто может быть какой-нибудь провал сроков абсолютный, и все, и получается, что груз не будет доставлен, и это может быть, ну, повлечь за собой большой штраф для компании. Я скажу, что очень немало гуманитариев в логистике, потому что вот одним из тоже очень важных качеств, ключевых, наверное, является знание языков иностранных. Так как приходится общаться, вот теперь много людей, и это клиенты, как правило, европейцы. Ну, во-первых, да, знание языков. То есть когда ты приходишь, и у тебя там три иностранных, ты уже такой, типа, вот прикольно. Значит, вместо трех человек может один выполнять, например, говорить и с французами, и с англоговорящими, и, не знаю, с какими-нибудь турками, либо арабами. Почему нет? Вот. Второе. Ну, здесь нужно оперативно схватывать и оперативно находить вот именно те самые какие-то заказы. То есть если ты находишь автомобиль. Условно говоря, если кто-то, коллега, нашел автомобиль за 1500 евро, а ты нашел за 1200, вот, пожалуйста, ты выделился. То есть те же, например, сроки доставки, те же условия перевозки, да, и меньшая цена, то, конечно же, как я говорил, в этой гонке за меньшей ценой, за экономией времени и средств ты выделишься. Нет, были задания, типа, вот вам полуприцеп, вот его там длина, ширина, высота, и расположите, пожалуйста, там 32 палеты. У меня есть всегда календарь, у меня есть всегда записная книжка и карта с разделением стран по квадрату. И то, и то. Скорость и деньги. Всегда, каждое утро, прежде чем заняться чем-нибудь, мы приходим на работу и спрашиваем, где там наши автомобили, там на границе прошли, нет, где они едут, вообще состояние груза, статус, что, где, чтобы понимать, вот, как дальше устраиваться в рабочем. Звонят, например, чаще это перевозчики, наверное, сами водители непосредственно, вот, они звонят, чтобы их там как-то сориентировали. В офисе, не люблю работать дома, фриланс все-таки, это, наверное, какая-то дома, ну, работай дома. Либо нужен большой дом, чтобы был какой-то отдельный кабинет, который чисто рабочий, потому что у меня, например, если я работаю где-то там дома, в кровати, то теряется, ну, осознание того, что ты дома, что в кровати, вот это место, где ты отдыхаешь, потому что у тебя кровати так заработаешь, ешь, сидишь, жуешь, зарядку делаешь, там, и взрослеешь, и живешь, и играешь. Живое, конечно же, если выбирать. А есть цифербук? Буква-цифра. Цифробук, цифробук, цифробук. 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 Продолжение следует...